Как мы сообщали ранее, для участия в восьмом заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Узбекистан посетила французская делегация. В завершающий день своего визита глава делегации, министр-делегат по внешней торговле и экономической привлекательности при Министерстве Европы и иностранных дел Франции Франк Ристер провел переговоры с первым заместителем председателя Сената Али Мажлиса Содеком Сафаевым. Господин Ристер приехал в Ташкент не один. Его сопровождают представители более 30 крупных компаний и намечен ряд интересных совместных проектов. Реализацию крупнейших из которых и обсудили в ходе мероприятия. Мы обсуждали не только экономические и политические вопросы, но и культурные и гуманитарные сферы, потому что осенью 2022 года в Лувре будет открыта выставка, посвященная Узбекистану. На ней будут выставлены исторические артефакты, которые наглядно покажут богатство вашего государства. Также мы поговорили о важности отношений между парламентариями, ведь дружеские отношения, сотрудничество и тесные контакты устанавливаются между людьми. Мы начинаем их с установки официальных отношений между парламентариями, затем это связи организаций и предприятий. Из этого всего складываются общие дружеские отношения между странами и народами. Также намечено укреплять сотрудничество и в образовательной сфере. Теперь еще больше студентов получат возможность обучаться во Франции. Мы ожидаем, что подписан специальный протокол, по которому французская сторона совместно с нашими проектами будет выделять гранты для 200 студентов. Это первоначальная цифра, но будет увеличиваться она для обучения в лучших университетах Франции и для увеличения преподавания французского языка в Узбекистане. И это еще не все. Будет сделано еще многое в таких сферах, как транспортное, сельское хозяйство, энергетика, в том числе газовая, возобновляемые источники энергии, переработка отходов, очистка воды и, конечно же, возведение долгожданного горнолыжного курорта в Бастанлыкском районе.